Мы хотим быть прозрачными. Мы хотим установить золотой стандарт надежности и солидности в криптовалюте. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео! Итак, комиссия по ценным бумагам и биржам США подает тайный иск против Binance. Binance – это крупнейшая криптовалютная биржа, намного больше, чем FTX, с более чем 120 миллионами пользователей по всему миру. И вчера поздно вечером SEC подала судебный иск против Binance, не заявляя об этом публично. Обвинения включают в себя более 35 вещественных доказательств. В прошлом видео мы говорили о том, что Grayscale выиграла исторический судебный процесс против SEC. Знаете, вчерашний день стал действительно ошеломляющей победой не только для Grayscale и наших инвесторов, но и для всего криптовалютного сообщества в целом. Судейская коллегия единогласно согласилась с нами, что SEC действовала неправомерно и капризно, одобряя фьючерсные продукты на биткоин, но не одобряя спотовые продукты, такие как, например, трансформация биткоин-фонда Grayscale в спотовый биткоин ETF. Комиссия не смогла объяснить, в чем различие между этими двумя типами продуктов. Учитывая, что оба они формируют цены на одном и том же базовом рынке биткоина, мы продемонстрировали, что у SEC нет аргументов. Это очень важная ступенька на пути к преобразованию GPTC в спотовый биткоин ETF. Не случайно ли то, что на фоне празднования Grayscale комиссия по ценным бумагам и биржам США подает новый иск против Бинанса, не раскрывая подробностей публично. Этим она буквально нивелировала весь недавний рост биткоина. Одно из их объяснений заключается в том, что поданные документы не относятся к публичным обвинениям. То есть это могут быть уголовные обвинения, например, или же обвинения со стороны Министерства юстиции США. И мы не можем рассказать историю Бинанса без напоминания, что все это означает для спотового биткоина ETF. Потому что хронологически совпадения кажутся не случайными. Итак, сегодня первый день 45-дневного периода, в течение которого SEC может запросить повторное рассмотрение дела. Поэтому мы должны быть немного терпеливы. Мы должны следовать федеральным правилам апелляционной процедуры. И в конечном итоге суд вынесет окончательное постановление, в котором будут подробно описаны дальнейшие оперативные действия. Разумеется, наши юридические специалисты будут активно работать с SEC, чтобы постараться как можно быстрее переобразовать GBTC в спотовый биткоин ETF. Здесь нужно уточнить, что только потому, что суды сказали, что SEC не может отказать в выпуске спотового биткоина ETF, SEC обязана теперь одобрить запуск этого ETF. Они могут найти другие причины для отказа. И причиной может оказаться эта ситуация с бинансом. Именно ради этого SEC может отсрочить рассмотрение заявок на запуск спотовых биткоин ETF. Посмотри, первый дедлайн уже завтра. Шесть из заявок 2 сентября 2023 года, одна из заявок 4 сентября и еще одна 7 октября. И почему это вдруг комиссия по ценным бумагам и биржам США подает секретный иск против бинанса прямо перед этой первой датой дедлайна, 2 сентября? Сегодня также стало известно, что SEC отложила решение по еще шести спотовым биткоин ETF. И это не совпадение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Именно у шести заявок завтра первый дедлайн. Эту ситуацию может объяснить, например, Джон Рид Старк, бывший руководитель SEC Office of Internet Enforcement. Он объясняет это в большом твите. Давай разберем немножко подробнее, что и к чему. Это редкая тактика SEC, пишет он. Подача любого судебного документа не публично, это редкий шаг со стороны SEC. SEC является гражданским, а не уголовным правоохранительным органом. Поэтому, в отличие от уголовных дел, исполнительные иски SEC, как правило, подаются открыто и доступны для всеобщего обозрения для всех желающих. И это вполне логично. В конце концов, в интересах общества знать и понимать, как SEC использует американские налоги. Кроме того, SEC США хочет, чтобы ее сообщение было услышано другими, громко и четко, чтобы предотвратить будущие нарушения правил другими компаниями. Так чем же отличается Бинанс? Есть две из немногих стратегических причин, по которым SEC может предпочесть подачу судебных документов именно под грифом «секретно». Это случаи, когда подача судебных документов может каким-то образом, во-первых, раскрыть секретные детали уголовного расследования, проводимого Министерством юстиции США, а во-вторых, помешать этому расследованию. Например, по имеющимся данным, Министерство юстиции США проводит расследование в отношении Бинанса. И, возможно, они собрали большое жюри, а заседания большого жюри считаются секретными по американскому законодательству. Таким образом, если Соединенные Штаты собираются преследовать Бинанс в уголовном порядке, то также следует подумать о том, что это может быть связано с его расследованием в отношении Бинанса. Министерство юстиции США может работать с конфиденциальными информаторами или источниками в Бинансе. У них могут быть установлены подслушивающие устройства, или они могут даже иметь действующий ордер на арест или операцию под прикрытием. Таким образом, по мнению Джона Рида Старка, это одна из причин того, почему СЕК, возможно, подает эти документы не в публичном порядке. Это может поставить, например, свидетеля или информатора под угрозу. По мнению Джона Рида Старка, и это только его предположение, секретный и экстраординарный судебный документ комиссии по ценным бумагам и биржам США, который, судя по всему, является очень детальным, скорее всего, затрагивает не публичные сведения о Бинансе и Министерстве юстиции США. Другими словами, как пишет Джон, вся соль заключается в том, что иск комиссии, скорее всего, относится к существующему расследованию Министерства юстиции в отношении Бинанса, которое Минюст предпочел сохранить в тайне. Со стороны СЕК это очень редкий ход. Я не хочу распространять ФАД и не нужно обвинять меня в этом в комментариях. Я просто хочу, чтобы ты знал абсолютно все самое важное, чтобы у тебя была вся доступная информация. Но некоторые люди говорят о том, что Бинанс должна потерять долю рынка тем или иным способом, прежде чем комиссия по ценным бумагам и биржам США сможет одобрить спотовый биткоин ETF. СЕК все эти годы не дает разрешения на запуск спотового биткоин ETF из-за воштрейдинга, например, манипуляций и мошенничества в криптовалюте в целом. И если США считают, что Бинанс замешана во всем этом, и если посмотреть на топ криптовалютных бирж, которые контролируют спотовый объем биткоина, мы можем заметить, что Бинанс занимает первое, второе, пятое и седьмое место. Далее, что объединяет все эти заявки на спотовые биткоины ETF после внедрения всех необходимых поправок в эти заявки? Правильно, криптовалютная биржа Coinbase. Именно она будет кастодианом для спотовых биткоин ETF от BlackRock, Bitwise, OneEgg, Wisdom3 и других. То есть они хотят, чтобы именно Coinbase взаимодействовала с этим. Они больше доверяют этой бирже. Она кажется более подконтрольной. Но сейчас на долю Coinbase приходится всего лишь 2,2% от общего спотового объема биткоина. Теперь, кажется, становится очевидной еще одна цель того же BlackRock. Не так ли? И, возможно, Binance USD тоже является их целью. Так, например, вчера Binance опубликовала предупреждение для всех пользователей биржи. Binance призывает пользователей обменять свои BUSD на другую доступную на бирже криптовалюту. И не обязательно на стейблкоины. Можно и на биткоин, например. Завершить конвертацию следует до февраля 2024 года. Кстати, если пользователи будут конвертировать BUSD в биткоин, то можно ожидать даже небольшого пампа на главной криптовалюте. Кроме этого, поддержка BUSD будет постепенно прекращаться. Уже в сентябре вывод BUSD в основных сетях Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon, Tron и Optimism будет прекращен. Похоже, что криптобиржа Binance просто-напросто страхует себя от рисков. И сейчас одним из таких рисков может оказаться Binance USD. И лично я болею за Binance и за команду CZ. Я считаю, что никому из криптовалютного пространства не стоит желать Binance чего-либо плохого. Ведь Binance сделала очень много положительных вещей для этого пространства. Гораздо больше, чем кто-либо еще. Они популяризируют криптовалюту. Они дают инструменты для того, чтобы в это пространство пришло еще больше пользователей. Они вкладывают деньги в разработку и в развитие новых продуктов по всему миру, которые делают криптовалюту лучше. Но плохие или хорошие новости – это не важно. На этом канале мы рассматриваем все новости из мира крипты. Без исключений. Чтобы ты был в курсе. Хотя не скрою, даже на фоне самых негативных новостей я остаюсь оптимистичен, если речь идет о биткоине и крипте. Ибо если бы я не верил в это, этого канала не было бы. Или же я бы не смог вести его так долго, уже практически 6 лет. Поэтому убедись, что ты подписался на этот канал и поставил лайк, если хочешь всегда быть в курсе всех событий, связанных с криптовалютами. Увидимся совсем скоро в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok